В 1945 году, еще до окончания войны, в СССР начала разрабатываться амбициозная 10-летняя программа строительства военно-морского флота. Важнейшим кораблем программы стал тяжелый крейсер проекта «82», созданием которого уделял особое внимание лично товарищ Сталин. Этот крейсер должен был стать символом несокрушимой мощи и своеобразной визитной карточкой великой державы. Впервые корабль такого класса появился в Советском флоте, когда СССР приобрел у Германии недостроенный тяжелый крейсер типа «Адмирал Хиппер». Первоочередной целью покупки было изучение передовых зарубежных технологий, чтобы с их помощью создать собственный корабль. Но уже вскоре работы над ним приостановили — началась война. Вновь к созданию тяжелого крейсера вплотную приступили по окончании Второй мировой. Было утверждено новое оперативно-тактическое задание. НИИ кораблестроения ВМФ и Центральное конструкторское бюро Министерства судостроения проработали десятки предварительных вариантов проекта «82». В итоге на рассмотрение правительства представили два варианта корабля, различавшихся толщиной брони. В марте 1948 года спор ведомства разрешил лично глава советского государства, одобрив к дальнейшей разработке самый мощный из них. Сталин в дальнейшем систематически контролировал ход проектирования и строительства этих кораблей. Замечания и пожелания вождя воспринимались как указания и становились новыми техническими задачами. По своим элементам проект «82» превосходил любой тяжелый крейсер в мире. Длина — 273,5 метра. Ширина — 32 метра. Осадка — более 9 метров. Полное водоизмещение — 42 300 тонн. Главный калибр крейсера — 9 305-мм орудий, размещенных в трехбашенных установках SM-31. Универсальная артиллерия — 6 двухорудийных башенных установок BL-109A калибра 130 мм. Зенитная артиллерия — 6 щетверенных автоматов SM-20 ZIV калибра 45 мм и 10 щетверенных автоматов BL-120 калибра 25 мм. Броневая защита — главный броневой пояс 180 мм. Суммарная толщина трех бронепалуб — 145 мм. Башни главного калибра от 125 до 250 мм. Боевая рубка — 260 мм. Противоторпедная защита состояла из четырех продольных переборок. Также впервые в отечественном кораблестроении была реализована трехслойная броневая защита днища. Они должны были выдерживать подрыв заряда тротила в 500 кг. Энергетическая установка — 12 котлов и 4 главных турбозубчатых агрегата. Мощностью — 280 тысяч лошадиных сил. Проектная скорость — 35,2 узла. Дальность плавания — 5000 миль при скорости 18 узлов. Экипаж — 1712 человек. Для собственных подобных кораблей типа «Аляска» американцы даже ввели отдельный класс — большие крейсеры. Но и они выглядели скромнее в сравнении с советским проектом. Назначенный в 1951 году на должность военно-морского министра знаменитый адмирал Кузнецов задал своим подчиненным вопрос — «какова же идея такого корабля?» Начальник главного управления кораблестроения ответил. Товарищ Сталин сказал, что этот корабль должен за счет скорости диктовать противнику дистанцию боя. Военно-морской министр Николай Кузнецов считал, что проект 82 не оправдывает средств, затрачиваемых на его создание. Но, как вспоминал адмирал в своих мемуарах, у Сталина было особое, трудно объяснимое пристрастие к тяжелым крейсерам. На создание корабля были брошены колоссальные, конструкторские и производственные мощности страны. 31 декабря 1951 года в Николаеве был заложен первый крейсер. Ему присвоили наименование «Сталинград». Коллектив Николаевского завода номер 444 имени Марти, Черноморский судостроительный, следуя духу эпохи, принял обязательство спустить Сталинград на воду к октябрьским праздникам 1953 года. С таким же пламенным энтузиазмом в 1952 году в Ленинграде и Молотовске, ныне Северодвинск, заложили еще два крейсера этого типа. Сдача их всех флоту намечалась по плану на 1954-55 годы. Масштаб решенных при разработке тяжелого крейсера «Сталинград» опытно-конструкторских задач в послевоенных условиях и за исключительно малые сроки сравним с работами по созданию первого искусственного спутника Земли. Уже с начала 1951 года рабочая конструкторская документация проекта 82 пошла в производство на десятки заводов, изготовителей вооружения, механизмов и оборудования для корабля по всей стране. Так Сталинградский завод «Баррикады» произвел орудие главного калибра с лучшими в мире баллистическими данными, а Ленинградский металлический завод — башенные установки для них. Харьковский и Калужский турбинные заводы выпустили для крейсера самую мощную в мире главную энергетическую установку, подобную которой в США создали только для авианосцев типа «Киттихок» 60-х годов. К весне 1953 года для Сталинграда изготовили все вооружение, энергетическую установку, корабельные устройства, оборудование, системы, приборы и другие технические средства. Корпус крейсера на стапеле был собран на 70%. Однако в марте умер Сталин. Уже в апреле постановлением правительства работы по кораблям проекта 82 прекратили. Изготовленные для них новые образцы вооружения и технических средств были использованы в других проектах. Хотя Сталинград так и не вышел в море, проектирование и постройка единственного и последнего в мире тяжелого артиллерийского корабля, заложенного после Второй мировой войны, показали высокий научный и технический потенциал Советского Союза. Он обеспечил в дальнейшем успешное решение новой, более масштабной задачи — создание второго в мире по количеству и боевому потенциалу ракетно-ядерного океанского флота. Недостроенный корпус тяжелого крейсера «Сталинград» в середине 50-х переоборудовали в плавучую мишень. На полигонных испытаниях корпус выдержал многочисленные попадания, оставшись на плаву даже в отсутствии борьбы за живучесть. Это подтвердило высокую эффективность защиты крейсера и продемонстрировало потенциальную мощь корабля, которому волею судьбы не довелось вступить в строй. КОНЕЦ